Это все родители учеников, которые обучаются в школе номер 82, расположенной в жилмассиве Алато. Уже несколько часов их не впускают вовнутрь здания, чтобы посмотреть, в каких опасных условиях обучаются их дети. Данное образовательное учреждение находится в аварийном состоянии. На стенах появились большие трещины, а пол с каждым днем проваливается все ниже и ниже. Всего неделю назад было 5 сантиметров, а за неделю пол опустился до 20. Мы боимся пускать детей в школу, и в классах начали трещины появляться. Нас самих не пускают в школу, чтобы посмотреть. С февраля мы просим решить эту проблему. До каких пор мы будем сидеть в страхе, когда наши дети находятся в школе, в любой момент может обрушиться. Не пускать родителей и съемочную группу приказала директор данной школы, ссылаясь на то, что там идет ремонт. С февраля месяца жители пытаются получить хоть какой-то ответ, однако кроме слов «подождите» внятного ничего не услышали. «Вот вы сами свидетели, даже нас не пускают. Мы что, не имеем права посмотреть, где наши дети учатся? Они еще спокойно нам говорят, что нет опасности. Ну, конечно, у них же дети учатся в другой школе. Нам еще здесь сказали, что если даже обрушится, то только стены, а середина останется, так что никто не пострадает. Кто ответит нам, если вдруг произойдет ЧП? Нам сказали, подождите, мы три недели ждали, а толку ничего не предпринимают». После долгих споров и конфликтов директор школы все же решилась впустить нас в здание, где проводится, как говорят местные жители, косметический ремонт. Однако после увиденного сразу понимаешь, школа нуждается в капитальном ремонте. «Это столовая школы имени Нурсултана Назарбаева. И, как видите, здесь пол провалился на 20 сантиметров, что, естественно, вызывает большую опасность порядка 3 тысяч ученикам». «И это только столовая. По словам свидетелей, в кабинетах на стенах начали появляться трещины. Однако войти туда нам не разрешили. Десятки родителей собрались в актовом зале, чтобы подрядчики и представители госаргстроя ответили за сложившуюся ситуацию». «Когда мы брались за работу, здесь уже был фундамент. Мы все построили как надо, соблюдая все технические нормы безопасности. Сейчас специалисты выясняют причину данной ситуации». А в госаргстрой отметили, что школа не несет с собой опасности. И посоветовал родителям не переживать попусту, что, естественно, вызвало негатив со стороны жителей. «Успокойтесь и не надо паниковать. Специалисты узнают причину в течение трех дней. Опасно ли это или нет. А сейчас пусть дети учатся спокойно. Если же признают школу опасной, дети будут распределены в другие школы. Мы тоже посмотрели трещины и пол, который провалился. Сейчас уже его ремонтируют. Давайте все решим мирно, без паники». «Я не понимаю, почему школа, которую построили всего три года назад, уже рушится. Неужели никто не контролировал ее строительство? Вот вы сейчас просто сделаете космический ремонт, а потом опять начнет рушиться. Мы не хотим, чтобы наши дети учились в аварийной школе. Пусть найдут виновника и накажут». Родители учащихся предложили временно проводить занятия в палатках и не согласны переводить своих детей в другую школу в случае, если здание признают аварийным. «Вам, конечно, не за что переживать. У вас дети здесь не учатся. Построили школу некачественно. Наверное, деньги сожрали. А на оставшиеся средства построили эту школу. А теперь боитесь, что все узнают правду. Еще говорите, что в случае чего вы готовы взять ответственность и даете гарантию. Не дай бог, конечно, но если наши дети останутся под развалами, как вы вернете нам наших детей? Вы хоть думайте, что говорите?» «Подождите три дня и выйдет результат. Пока опасности я не вижу. Но в случае я готов обеспечить транспортом ваших детей, чтобы они могли добираться в другую школу. Но пока эта школа еще не признана аварийной. Я, конечно, вас понимаю, вы переживаете за своих детей. Я готов взять всю ответственность на себя». Отметим, что данная школа была построена в 2015 году. По словам специалистов, фундамент был залит еще 10 лет назад. По проекту школа номер 82 должна была быть трехэтажной вместо двух. Наверняка строители еще раньше знали, что фундамент может не выдержать. На сегодня здесь обучаются порядка трех тысяч учеников в три смены.